Это реальная журналистика и после небольшого отпуска мы снова с вами приветствую сразу с места в карьеры. В Челябинске в эти дни масштабно отмечаются юбилеи города, дата не то чтобы круглая, 285 лет, однако местные власти все равно решили, что это важно, как не отметить. А дальше начинается самое интересное, на дворе пандемия коронавируса, помним, да, которую никто не отменял. Пропагандисты и чинуши от здравоохранения неустанно рассказывают о новых рекордах по числу заразившихся и скончавшихся. Однако суровым челябинским чиновникам это обстоятельство вообще никак не помешало не то что отменить празднование, они даже растянули торжественные мероприятия на две недели. Закончится все это, как вы думаете, когда, верно, 19 сентября, в единый день голосования. Совпадение? Да, совпадение. Ну, конечно же, это не подкуп избирателей за бюджетные деньги, просто праздник. И это, повторюсь, удивительно. Вот когда ты, например, выходишь даже в одиночный пикет, ты, оказывается, нарушаешь санитарно-эпидемиологические нормы, и к ответственности тебя привлекают, потому что заботятся о твоей же безопасности, о безопасности окружающих. А вот когда ребята из Единой России все в ту же пандемию устраивают что-то массовое, ну а что, теперь не жить, что ли? Но самое забавное даже не в этом. Вы логотип юбилейный видели? Сейчас, наверное, стоило бы включить какую-нибудь торжественную музыку, но я этого делать не стану, потому что там нет ничего торжественного. Друзья, мне одному кажется, что на логотипе написано «Соси родной любимый Челябинск». А между прочим, городской администрацией данная прелесть обошлась почти в миллион рублей. Это ваши деньги, ну что, поздравляю. Тогда сосите, а мы начинаем. Давно хочу обсудить с вами эту историю, а вы не обратили внимания, что в лексиконе наших чиновников прочно обосновалась еще одна косноязычная фраза из числа путинских неологизмов в борщевой набор. Я сперва не придавал этому значения, а потом понял, что они же серьезно. Они уже не просто употребляют данное выражение, они сделали его неким мерилом жизни россиян. Индекс борщевого набора увеличился, из-за там, бог знает из-за чего, индекс борщевого набора снизился, благодаря, например, сезонному снижению цены. Знаете, что меня раздражает во всей этой истории больше всего? Мы опять оное проглотили. Они же откровенно над нами издеваются, сделав мерилом благосостояние скрипцов, набор самых дешевых продуктов, мы сглатываем и сглатываем. Вот очень любят, главное его окружение, употреблять эту фразу. Хотите как в 90-е? Да, в 90-е подавляющее большинство наших граждан жили очень бедно. Не все вписались в рынок, не все смогли подстроиться под стремительно меняющиеся реалии. Ну, простите, даже тогда. Многие наши соотечественники, если что-то и не могли себе позволить из набора элементарных продуктов, так это мясо. Да, действительно, такое было мясо на столах. Появлялось не часто, но овощи-то. Они были доступны даже мало обеспеченным семьям. Картошка являлась основной едой бедноты. Затем пришел Путин, начал поднимать страну с колен, поднимал, поднимал 21 год, и мы, о чудо, пришли к тому, что теперь уже картошка, моркошка и свекла стали деликатесами про какие-то излишебства. Вообще молчу. Это ж как надо было Россию с колен-то поднимать. Повторюсь, в 90-е бедняк не мог себе позволить купить лишь мясо, овощи, пожалуйста, а сейчас приплыли, блин. Значит, острая тема. Вот я и хочу послушать мнение ура патриотов, которые постоянно горлопанят. Мы великая страна, мы победили в войне, Путин ведет нас к светлому будущему. Слушайте, ну, во-первых, война закончилась 76 лет назад, уже даже дети войны, которые были какими-никакими очевидцами, даже они от нас поуходили в силу естественных причин. Во-вторых, я не совсем понимаю, в какое светлое будущее мы все-таки идем за нашим вождем. Только что конкретный анализ ситуации сделал. В 90-е бедноте было доступно больше, чем сегодня. Что дальше? Индекс бич-пакета, индекс просрочки, индекс объедков. Что? Зато хорошие продукты бульдозерами давим через день и так радостно об этом варварстве рассказывают пропагандисты. Да, это здорово, да, это прикольно, ага. А уже следующим сюжетом борщевой набор в России подорожал. С ума сошли. Цены на овощи в торговых сетях должны снизиться в ближайшие две недели. Этого намерена добиваться «Единая Россия», заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на совместном совещании с правительством и главами регионов. Так почему этот борщевой набор? Почему каждый день все дорожает, а мы россияне с каждым днем становимся все беднее? Вот сейчас я вам объясню это на конкретном примере. А все дело в жадности отдельных слуг народа, которых мы наплодили, как блох на собаки. Вдумайтесь, столько число чиновников в России уже перевалило за 2,5 миллиона человек. Только чиновников. Для понимания, в проклятые 90-е чину уж было вдвое меньше. И мы сейчас еще раз говорим лишь о чиновниках, а есть еще депутаты всякие, начиная от депутатов Госдумы и Совета Федерации, заканчивая сельскими. Ну, там понисходящие, областные, городские, муниципальные и так далее. Просто не все знают разницу между депутатом и чиновником. Ребят, это не одно и то же. Это две разные ветви власти, исполнительная и законодательная. Так вот, приплюсуйте к этим двум с лишним миллионам депутатов, их помощников, прочих присосок. Представляете, какое на самом деле количество дармоедов сидит у каждого из нас на шее. Слушай, что я в тебя такой влюбленный? А вот сейчас переходим к самому интересному. Ну, я же обещал на конкретном примере все объяснить. Эту историю нарыли мои коллеги из Питера. По телевизору вам, впрочем, ее и не расскажут. Итак, муниципальная администрация одного из центральных районов Санкт-Петербурга потратила на себя за 7 месяцев текущего года сейчас держитесь за что-нибудь 86% бюджета. Ребята, еще раз, 86% денег, выделенных на развитие района, они тупо грохнули на себя и на свои нужды. Просто цифры. Общий бюджет по состоянию на 1 августа составил 29 миллионов рублей. Так вот, 20 с лишним из них это траты на зарплаты чиновников и на обеспечение работы самого муниципалитета. Вон там аренда, коммуналка, констовары, бензин. Причем, зарплаты, это львиная доля, почти 17 лямов, прочие расходы. То есть, ну, то, что пошло в дело. Миллион 200 направили на благоустройство района. Полтора миллиона на развлечения, в основном билеты в театр, почти 500 тысяч на выпуск, никому не нужные местечковые газетки, ну и 126 тысяч рублей на социальный проект по трудоустройству подростков. То есть, еще раз, 10% из казны ребятишки только реально в свой район вложили. Газету не считаю, кому она нужна. Остальными бабками оплатили свой каторжный в кавычках труд. Ну, вот вам расчетный лист. По зарплате замруководителя главы за октябрь 20-го полляма почти чувак заработные платы получила за 7 месяцев текущего года, напомню, на благоустройство всего района истратили миллион двести, то есть, две его зарплаты. господа, ответьте мне на вопрос, как вы вообще считаете это нормально? Мы платим налоги в надежде, что эти деньги пойдут на какие-то общие нужды, на создание инфраструктуры, на развитие родного города, района, села, деревни, еще на что-то полезное. По итогу выясняется, что почти 90% тех денег тратится на содержание каких-то трутней, которые совершенно нифига не делают, а заодно задумайтесь еще вот о чем. Это ведь я только про отдельно взятый район, отдельного взятого Петербурга рассказала, сколько таких трутней по всей стране сотни тысяч, может быть даже миллионы. Так какому светлому будущему при таких-то раскладах мы придем и кто нас туда приведет Путин, Шойгу, Лавров или вот эти вот из питерской муниципальной администрации и прочим об унам поговорим уже в следующем выпуске. Это была реальная журналистика, переваривайте, подписывайтесь на нас в ютьюбе, лайки, репосты, приветствуются, не ленитесь, поскольку это здорово помогает продвижению ролика. Напоминаю, у нас появился телеграм-канал, ждем вас и там ссылку оставлю в описании и в закрепленном комментарии, в друзья в соцсетях добавляйтесь, темы предлагайте, поднимем, обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока-пока!